Другие конкурсы проектов по застройке площадки возле киноконцертного театра «Космос» на улице Николая Никонова. К какому выводу пришло жюри? Какой был состав участников конкурса? Это продолжение того конкурса, который был объявлен еще в прошлом году, а первый этап этого конкурса был проведен у нас в первом квартале нынешнего года. Тогда итоги были следующими. Победитель не был определен. Жюри констатировало, что все участники конкурса, а было пять фирм, в чем все фирмы очень известны, с именами, в том числе французская, английская, немецкая, американская фирма, представляли свои проекты, русская фирма одна. Но все не выполнили условия конкурса. Во-первых, по функциональному назначению мы ставили задачу, чтобы там была спроектирована гостиница, и только гостиница. Никаких торговых центров в этом месте нам не нужно. Все почему-то посчитали возможным допроектировать в этом комплексе еще и торговые центры. Во-вторых, все предложения, представленные к первому туру, носили такой характер. Гигантомания была. То есть 52-х, 56-ти этажные, 60-ти этажные здания были нарисованы. То есть масштаб этих зданий совершенно не соответствует масштабу участка. То есть все-таки у нас, наш пруд городской, это не Персидский залив, и нужно соизмерять масштаб здания с той перспективой, которую мы имеем в центральной части нашего города. Поэтому мы ввели определенные ограничения сразу с точки зрения функционального назначения этого здания, с точки зрения высотных характеристик. Ну и площадка под застройку также была определена, и достаточно жестко поставлено условие, что не имеете права вылезать за пределы той площадки, которая определена для застройки, поскольку рядом находится сквер, и мы хотим этот сквер сохранить. Вот у нас было предложено, помимо тех пяти фирм, которые принимали участие в первом туре, еще двум организациям, которые обижались, что их не взяли участвовать в конкурсе в первом туре. Однако вот до финиша дошло реально два проекта. Один представлен заказчиком, это русские отели, фирма наша, российская, и российские архитекторы делали. А вторая, это французская фирма Винси, выступала в роли основных заказчиков, а делала ли проект английская мастерская, архитектор из мастерской из Англии. Вот мы сегодня рассматривали два этих проекта, рассматривали очень серьезно. Жюри заседало почти два с половиной часа. Мы обменялись впечатлениями об этих проектах. И в общем, единодушным решением жюри при одном воздержавшемся победа была присуждена французско-английскому проекту. То есть мы посчитали, что он больше соответствует данному месту, что у него достаточно сложная, интересная геометрия. Это как раз об этом речь, об этом проекте. Да, это вот как раз показывает фильм об этом проекте. Хотя второй проект, он неплохой функциональный, и может быть реализован где-то на другой площадке городской. Но для данной площадки мы посчитали, что этот проект более интересный. Хотя мы сразу предупредили участников, что ни один из проектов, который сегодня рассматривался в том виде, в каком его можно было бы немедленно реализовывать, не находится. То есть нужна доработка. В том числе и проект «Победитель» нуждается в доработке, причем весьма серьезной доработке, связанной с планировочными решениями, входная группа. Там очень сложные конструктивные решения предполагается реализовать по геометрии самого здания. И мы еще раз предупредили, что чаша весов склонилась в сторону этого проекта в первую очередь, потому что там интересная геометрия, там кривые поверхности, то есть он одним стороной выпуклый, другим наоборот, он наоборот вогнутый. То есть сложная, интересная геометрия. И любое упрощение этой архитектуры приведет к тому, что мы не будем реализовывать такой проект, если будут попытки упростить в процессе проработки рабочей документации вот этот проект. Вот в том, в каком виде он сегодня заявлен, он в этой концепции должен быть реализован. Предположительно, начало строительства? Это все зависит от того. Тут, в принципе, никакой спешки нет. Значит, у нас нет такого желания, что нам надо поскорее его построить, нам надо получше построить. Место очень знаковое. И это здание на многие десятилетия, а может быть и на века. Это в какой-то степени может быть символом Екатеринбурга. И поэтому делать будем хорошо.